здравствуйте друзья продолжаем с вами изучать многообразие zigbee устройств для умного дома из экосистемы tuya smart и героем сегодняшнего обзора будет 4 клавишный логический а значит полностью беспроводной выключатель обычная первая ассоциация с такими устройствами это управление освещением но на самом деле этот выключатель может участвовать в любых автоматизациях с любыми действиями в качестве ручного триггера также мы с вами рассмотрим кроме стандартной системы tuya smart и его совместимость с популярными интеграциями zigbee to mqtt и sls шлюз с последующим пробросом home assistant модель ts 044 интерфейс zigbee тип четырех клавишный логический наработка на отказ клавиш 500 тысяч нажатий элемент питания cr2430 в комплекте не идет дни автономной работы заявлено 730 диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 45 градусов цельсия размер 86 на 86 на 13 миллиметров коробку сделали с разумным минимализмом изобразил сразу все модели этой серии от 1 до 4 клавиш на ней вы не найдете и упоминание производители устройства но указана толщина тип элемента питания и количество дней автономной работы на задней стороне немного больше параметров про которой я уже рассказал и место для отметки какая именно модель выключателя находится в коробке тут нашлось место для логотипа tuya smart и qr кода для загрузки приложения сам же выключатель упакован пупырчатый пакетик все довольно просто но вместе с тем надежно инструкции подошли тоже экономно и универсально она единая для всех моделей выключателей о чем и написано на первой странице инструкция на двух языках английском и китайском но если вы посмотрите это видео до конца инструкция вам не понадобится еще в коробке нашлись две полоски двустороннего скотча которые пригодятся для установки выключателя на стене 4 клавишная версия резко выделяется на фоне остальной линейки не только по количеству клавиш но и по их расположению одно двух и трех клавишная версия имеет более привычный дизайн с клавишами по всей длине корпуса а у 4 клавишной они имеют квадратную форму задняя сторона тут продублированы некоторые параметры есть номер модели на крышке сделаны углубление по двусторонний скотч и стрелками показано как его открывать раз так давайте откроем и посмотрим что у него внутри сдвигаем верхнюю часть приложив небольшое усилие задняя крышка на слева может быть зафиксирована стационарно на стене она кроме крепления никакой функции не выполняет все самое интересное находится в верхней части все зафиксировано при помощи пластиковой крышки на четырех винтах и защелках сняв крышку что нужно делать аккуратно так как под ней находятся четыре пружины обратного хода клавиш получаем доступ к плате управления кстати элемент питания можно менять и ничего не откручивая обратная сторона тут стандартный для туя устройств модуль таю за с 3 и 4 микро переключателя причем можно заметить что внизу есть еще контактные площадки для них это очевидно универсальная плата для всей линейки выключателей что же касается батарейки я не стал заморачиваться искать специальный элемент cr2430 не самый кстати распространенный отлично без допиливания подошла более стандартная батарейка cr2032 если сравниться аналогично четырехклавишной версии от окара то у героя обзора полезная площадь клавиш явно больше кроме этого кнопки окара выполнены качелька они спарены в то время как у рассматриваем а все кнопки по отдельности возвращаясь к инструкции тут есть одна полезная иллюстрация нумерации кнопок у четырехклавишной версии они расположены несколько неожиданно это имеет значение так как для сопряжения нужно именно первая клавиша клавиши имеют чувствительный ход и ощутимый клик кроме этого нажатие подтверждается индикатор в режиме сопряжения все четыре диода начинают моргать начнем с базового приложения tuya smart для подключения нужен любой совместимый zigbee шлюз включаем режим добавления дочерних устройств а на выключателе держим первую кнопку пока все светодиоды не начнут мерцать после этого устройство обнаружится шлюзом далее после того как мы выберем локацию название выключатель появляется и в общем списке и в перечне устройств конкретно того шлюза которому он подключен плагине можно выбирать любую из кнопок для установки действий на нее опция добавить программу это по сути своеобразный конструктор автоматизации выбираем триггер для автоматизации в данном случае это один из трех вариантов воздействия на кнопку а в задачу ставим то что нужно выполнять при этом воздействии например выключение одного из реле двойной розетки про которую я недавно рассказывал созданная программа появится в меню выбранной клавиши ровно то же самое можно сделать и в стандартном мастере автоматизации выбираем устройство для триггера выключатель и получаем доступ к его возможным событием для каждой из кнопок и для состояния батарейки для кнопок все те же три события для батарейки можно выставить действие например по уровню заряда менее чем заданный условий какие действия задач такой автоматизации может быть много подробнее можно посмотреть в моем обзоре про умный дом туя смарт ссылка в описании выключатель поддерживается интеграция zigbee to mqtt номер модели как я уже говорил ts 0044 производитель тут указан как лансонха но это один и тот же выключатель для подключения я использую тестовый инстанц с тиком cc2531 и прошивкой z-stack 3.0 версия интеграции 1.16.2.2 процесс подключения стандартный я использую штатный веб-интерфейс интеграции zigbee to mqtt он наиболее удобный включаем режим добавления новых устройств выключатель переводим режим сопряжения и ждем пока он не появится в общем списке устройств никаких нюансов при подключении у меня не возникло поддержка полная включая картинку это конечно устройство не роутер что совершенно обычно для гаджетов с питанием от батареек выключателя имеется три сущности отвечающие за уровень заряда и качество сигнала а также события которые возникают при нажатии на клавиши вот так выглядят события всего их 12 сначала номер клавиши нижнее подчеркивание и тип нажатия одинарное двойное или удерживание при удерживании горит светодиод когда он гаснет клавишу можно отпускать эти же три сущности пробрасываются в home assistant для автоматизации используется сенсор action платформа стоит и набор из 12 вариантов событий в селес шлюзе поддержка этого выключателя имеется в прошивках начиная с 15 декабря 2020 года процесс подключения тут тоже проходит без подводных камней запускаем join на шлюзе и режим сопряжения на выключателе ждем пока пройдет интервью и устройство добавится в систему единственное чего не хватало на момент выхода этого обзора так картинки выключателя но на работоспособность это никакого влияния не имеет код производителя конкретного выключателя можно посмотреть в меню информации кликнув по строке устройства в общем списке с вариантами нажатия никаких сюрпризов события формируются на сто процентов идентично как зиг биту mqtt а в home assistant попадает на одну сущность больше это напряжение на батарейке если продолжить сравнивать с аккарой то основные параметры будут не в пользу героя обзора так как у аккары и действие на каждую клавишу больше и стоит она дешевле и основной модуль может выниматься из рамки плюсом героя обзора можно отнести оригинальный дизайн и большая площадь самих кнопок однако справедливости ради я должен сказать что на таких многоклавишных выключателях я обычно использую только одинарные клики очень редко двойные а такие события как лонг релиз или даже тройной клик вообще никогда мне в принципе хватает штатных кнопок из рамки я тоже достаю очень очень редко так что в принципе все основные плюсы аккары довольно условно но из песни слов не выкинешь стоит она ощутимо дешевле так что выбирать вам на этом все если у вас остались вопросы задавайте их комментариях под этим видео если видео вам понравилось ставьте лайки если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал также напоминаю что все интересные новости обновления а также конкурсы и аукционы вы можете увидеть на моем telegram канале ссылка в описании до свидания до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok